Здравствуйте дорогие друзья! Вместе с Apple Watch 3 в США я заказывал некоторые качественные аксессуары для часов iPhone X и iPad. Вот о них я в этом видео и расскажу, так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве разнаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Впервые познакомился с компанией Urban Armand Gear. Они делают божественные аксессуары для смартфонов, планшетов и даже макбук. В чем же крутость? Надежность, дизайн, продуманность. В цене, конечно, не дешевый. Дорогое устройство требует качественной защиты. На примере чехла для iPad 2017 года линейки Metropolis в цвете Magma на протяжении двух месяцев убедился в том, что это очень удачная покупка. Единственный недостаток любого аксессуара UAC это толщина, которая скрывает изящное тело мобильных устройств. Но это слегка компенсируется надежностью и долговечностью. Нахваливать, конечно, могу до бесконечности. Да и вы знаете, что я обычно люблю рассказывать о недостатках. Разве что внутреннюю часть обложки могли бы сделать из менее приятного материала. А то в режиме подставки как-то жалко ставить такую красоту на не совсем чистые поверхности. И еще плохо, что они ориентируются только на спорт и экстремальную надежность. На сайте нету тонких и изящных решений вопроса защиты гаджетов. Все прочное, угловатое, мужиковатое. Ну, название компании обязывает. Хотя и можно было бы сделать исключение. Для десятки я решил сразу же заказывать чехол. Брал традиционно у Spigeon. Скажу так, есть у них удачные модели, которые служат долго и надежно, хоть уже и потеряли товарный вид. А есть и не очень, вроде треснувшего Jet Black или Neo Hybrid с алюминиевой рамкой, ухудшающий прием сотового сигнала и Wi-Fi. Но кейс Neo Hybrid для iPhone X оказался удачным. Рамка пластиковая и не экранирует. Высокотемпературный полиуретан в меру жесткий, но царапать корпус при попадании абразива не будет. Понравилась фактура под паркет. Немного расстроилась слегка выпирающая фаска ободка камеры, но это не критично и смартфон не качается так убого, как без чехла. Считаю его удачной покупкой, надеюсь прослужит долго. И да, самое главное, смартфон теперь не норовит выпасть из рук, ибо десятка без чехла адски скользкая. Прям кусок мыла. Первый мастхэв аксессуар для Apple Watch – ремешок «Миланская петля». И, к сожалению, на момент записи видео его сняли с продажи на официальном сайте. Но, думаю, в закромах американских, да и может быть русских интернет-магазинов его еще можно купить. Да-да, это то самое изысканное произведение искусства, которое Apple продает за базнословные 200 долларов. Ребята из Spigeon его продают всего за 35 баксов. И знаете, по качеству он ничуть не уступает оригиналу. Только цвет выпускают графитовый, что с черной версией Apple Watch смотрится просто фантастически. Здесь также есть магнитная застежка. Только вот лейбос Spigeon так и норовит отвалиться. Решается микроколхозинком в лице более качественного клея. Сразу скажу, в маркетинговом отделе Spigeon сидят одни козлы. Они меня просто игнорят, не говоря о том, что могут выслать образцы на тест. Все покупал за свои кровные. Не продался. Самая спорная покупка в нашей подборке – это защитный кейс Раджет Армор. Я брал самый массивный вариант из всех предложенных. Часы превратились из изящного аксессуара в спортивного помощника, которым не страшны даже удары. А алюминий у Apple Watch довольно нежный. Понравится кейс тем, кто ведет активный образ жизни, способный просто убить носимую технику. Так что больно смотреть не на чехол на часах, а на разбитый гаджет. В комплекте еще шли пленки на дисплее. Но это вам по прочности не 4D стекло, да и смотрится не очень. Главная проблема этого кейса – он монолитный и его натянуть на Apple Watch или снять с них довольно сложно. Лучше бы они сделали его двухсоставным на винтах или защелках. В остальном претензий нет, даже хромированная кнопка не испортилась, а в ней я очень сильно сомневался. В общем, покупки рекомендуется довольно узкому кругу граждан, которым нужна реальная защита. Остальные подбирают себе или что-нибудь более невесомое, или не дурят голову. На этом все. В комментариях не забудьте поделиться своими любимыми аксессуарами и для какой техники они предназначены. С преимуществами и недостатками. Будем искать лучшие решения. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забываем подписываться, ставить колокольчик и лайкать. Ибо это действие в совокупности с приведенными друзьями неплохо улучшает качество и количество видео. Пока-пока.